В живых мыслях кандидат в депутаты городского совета Владимир Егоров, генеральный директор строительной компании «Сибиряк». Владимир Владимирович, всё-таки, что там произошло? Почему в одной из центральных газет было сообщение о том, что Михаил Прохоров бросает политику, будет заниматься бизнесом? Что это такое? Что это было? Идеологическая диверсия, как в наше время говорили? Я считаю, что это идеологический интерес, это, я думаю, грязная технология. Потому что я сразу на следующий день переговорил с Михаилом Дмитриевичем лично. Он мне сказал, ну, вы же понимаете, в любом случае, человек, если бы я бросал, то я бы после выборов бросал, но не за две недели, до окончания выборов, это первое. Во-вторых, я разговаривал с ним в четверг ещё раз, он мне ещё раз подтвердил, что никуда он в политике не уходит. Другой вопрос, говорит, меня ограничили в связи с новыми постановлениями самого выбираться куда-то самому, но на партии, на лидере партии это не сказывается. То есть имеется в виду счета за рубежом, там, собственность за рубежом. И как вы, если читали газету, то, что он клуб содержит баскетбольный, вот это ему поставили в вину, но он это не отрицает. А, что там была хозяйственная деятельность за рубежом. Но он никуда и не выбирается. А в связи с этим, вот какие партийные установки вы будете в городе определять? Ну, скажем, вот в программе партии написано о том, что нам нужна новая техническая революция, о том, что в Сибири, в Дальнем Востоке нужно строить новые промышленные предприятия, особенно, чтобы противопоставить китайской, ну, такой экспансии и продвижении. В связи с этим, для Красноярск есть какая-то особая программа у гражданской платформы? Я думаю, что у нас на Красноярске особой программы пока нет, потому что мы не знаем, какие решения приняты и будут приниматься по строительству каких предприятий. Но вот то, что я говорил, должно быть дорогая технология, но чтобы она себя окупала, это однозначно, и чтобы она была экологически чистая. Это однозначно. А, наверное, вот, собственно говоря, я там осталось какое-то время, чтобы вы обратились непосредственно к красноярцам, Владимир Владимирович. Потому что, на самом деле, очень неординарная ситуация с днем выборов и вообще с явкой. Значит, я надеюсь, что попрошу всех красноярцев прийти на выборы. Я, конечно, буду голосовать за гражданскую платформу. Вы видите, мы боремся за красноярцев. Мы выдвигаем, мы добились того, что у нас не будет ферросплавного завода, я надеюсь. Давайте продолжать нашу борьбу вместе, придем на выборы и проголосуем до тех, кто вам ближе всего и дорог. А еще будут какие-то на этой неделе акции? Приедет ли вас кто-то еще поддерживать? Вот я знаю, что Макаревич у вас будет... Макаревич будет у нас в среду, да, в эфире. Да, вот из этой истории, да. Вот, обещали приехать. Возможно, мы просили, чтобы Пугачева приехала, но она не приедет, она отказала. Но вы знаете, что у нас движение такое, демократичное, что мы, при всем то, что мы являемся партией Глажданской платформы, плюс и я, будем так говорить, мы даже не все члены партии, чтобы вы знали, это у нас в партии не обязательно, не обязательно. Поэтому я считаю, что мы должны справляться, как нам сказал наш лидер, своими силами. Понятно. Значит, голосовать за кого-то не буду, а на выборы всех еще раз приглашу. Спасибо большое нашим телезрителям за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович, успехов вам. Я, собственно, всем желаю, вне зависимости от партийной, от округа, успехов. Потому что, ну, действительно, есть чего менять в этой жизни. Спасибо вам большое. Будем стараться на благо города. Спасибо. До свидания. Спасибо.